Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Никона Игумена Радонежского. Преподобный Никон Радонежский – ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского. Родился в Юрьеве-Польском. Услышав об ангельской жизни радонежского чудотворца, отрок пришел к преподобному Сергию и просил постричь его выноческий образ. Преподобный Сергий провидел чистоту и благоразумие отрока и дал ему испытания, послал к своему ученику, преподобному Афанасию Высоцкому. Но и преподобный Афанасий не сразу принял его. Лишь видя неотступность отрока, он постриг его выноческий чин. Преподобный Никон, живя у него, упражнялся в молитве, изучал священное писание и преуспевал в добродетели и чистоте. Когда он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в сан священника. Через некоторое время преподобный Афанасий благословил его увидеться с преподобным Сергием. Преподобный Сергий, весело взглянув на него, сказал «Хорошо, что ты пришел, чадо Никон», и любезно принял его. Он повелел преподобному Никону служить братьям. Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи в молитвенных беседах с Богом. Преподобный Сергий утешался его жизнью. Получив о нем особое извещение, преподобный Сергий повелел ученику пребывать с собой в одной келье, чтобы сделать его участником духовного преуспения. Он с любовью поучал его и много разъяснял сущность духовной жизни. Преподобный Сергий поставил преподобного Никона сначала на должность помощника-настоятеля, а за шесть месяцев до своего представления, когда предался безмолвию, назначил ученика своим преемником. После представления преподобного Сергия он с любовью поддерживал все, что было установлено основателем обители. Он имел обыкновение ходить на все монастырские службы, но никогда не оставлял и общих дел, трудясь наравне с братьями. Но бремя настоятельства тяготило преподобного Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с преподобным Сергием, он оставил настоятельство и уединился в особую келью. Шесть лет обителю руководил преподобный Савва Старожевский. В 1400 году он основал свой монастырь под Звенигородом и братья умолила преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. Когда разнесся слух о нашествии на русскую землю хана Едыгея, преподобный Никон усердно молился Богу о сохранении обители. В тонком сне ему явились святители московские Петр и Алексий с преподобным Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о разорении обители, которое не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи. А когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братью на новые труды. Прежде всего, был построен деревянный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы и освящен в 1411 году в день представления преподобного Сергия 25 сентября по старому стилю. Обитель восстанавливалась, и преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца преподобного Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года по старому стилю были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. При общей радости святые мощи положили в новую раку и поставили в перенесенную на новое место деревянную церковь, ныне на этом месте храм в честь сошествия святаго духа. Новую каменную церковь преподобный Никон воздвиг во имя споспешествовавшего ему в этом в Троице славимого Бога, в память и похвалу духовному отцу своему, святые мощи которого он перенес в новосозданный храм. Для украшения храма преподобный Никон пригласил лучших иконописцев – преподобных иноков Андрея Рублева и Даниила Черного. Тогда преподобный Андрей и написал икону живоначальной и Пресвятой Троице, воплотив в ней то, что было открыто преподобному Сергию. До конца жизни заботился преподобный Никон об устроении Троицкой Церкви. В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Он призвал братью и дал ей наставление. Причастившись при чистого тела Христова и честной крови его, преподобный Никон дал братье последнее благословение и сказал «Пойди, душе моя, туда, где тебе уготовано пребывать, пойди с радостью, Христос зовет тебя». Осенив себя крестным знаменем, преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года. Он был погребен близ раки преподобного Сергия. При святителе Ионе еромонах Пахомий Логофет написал службу и ежитие преподобного Никона, а в 1547 году ему было установлено повсеместное празднование. В 1548 году над гробом преподобного Никона была построена церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроено новое, в которой и почивают под спудом святые мощи преподобного Никона. В 1976 году в Троице Сергею Лавре торжественно отмечалось 550-летие представления преподобного Никона. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Григория Чудотворца, епископа Неокисарийского, мучеников Аццикла и Виктории Кордувийских, преподобного Лазаря Иконописца, мучеников Габрона Михаила и с ним 133 воинов, преподобного Севастьяна Джексонского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Теза именинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!